всем привет это galaxy s22 ultra смартфон которому уже 8 месяцев он продается давным-давно на руках у огромного количества людей но только спустя 8 месяцев после его продажи на него выходит очень важное и весомое обновление android 13 и one ui пятого поколения которая можно сказать целиком и полностью меняет опыт эксплуатации этого смартфона поэтому сегодня смотрим на обновление говорим что нового стоит обновляться либо не стоит обновляться все как вы любите поехали главное изменение коснувшиеся galaxy s22 ultra особенно на процессоре exynos это скорость работы смартфона он стал быстрее включаться интерфейс смартфона и новая анимация работают еще быстрее чем раньше переход в новостную ленту google происходит практически без задержек приложение камера запускается молниеносно а сканер отпечатка пальца стал неприлично быстрым просто посмотрите как работает первая фишка на которую стоит обратить внимание в обновление galaxy s22 ultra связанная софтом это новый жест многозадачность открываем список запущенных приложений держим палец на иконке приложения и перемещаем миниатюру иконки в центр экрана так теперь открывается новый режим мультиоконности можно изменять размер окна приложения и запускать одновременно два приложения на одном экране в настройках окна можно изменить прозрачность изображения или настроить соотношение сторон окна Что-то вроде настройки многозадачности в Windows Анимация при работе в режиме многозадачности очень сильно улучшилась Любые действия с окнами и изменением их размера выполняются с легкостью и выглядят максимально аккуратно и красиво Конечно же, когда приходит обновление операционной системы Android Первое, за что мы беремся, это за кастомизацию Что изменилось во внешнем виде, что можно улучшить и поменять Кастомизация здесь изменилась Зажимаем палец на пустом экране и переходим в раздел обои и локскрин Отсюда можно настроить внешний вид локскрина и главного экрана Теперь при настройке локскрина можно изменять размер виджета часов и вид уведомлений Я убрал большие иконки уведомлений и поставил миниатюрное изображение оповещений на экране Тут можно изменить иконки приложений для быстрого запуска Постандартно установлен телефон и камера, но можно изменить Удаляете ненужную программу, нажимаете плюс и выбираете любую программу из списка установленных приложений на вашем смартфоне Для персонализации вашего локскрина Samsung добавили раздел с вашей подписью Это сделано для того, чтобы вы могли оставить свой контакт для связи в случае потери телефона В новом 13 андроиде и One UI 5 на Samsung изменили систему виджетов Очень многое позаимствовав у iPhone и iOS 16 И в принципе так лучше В настройках виджетов теперь стало удобнее управлять вашими виджетами Каждое приложение имеет свою папку, в которой указывается сколько именно разновидностей виджетов есть у конкретного приложения В Android 13 и One UI 5 появились новые виджеты под названием стеки Стеки это виджеты, которые внутри себя содержат до трех разных приложений и свайпом переключаются между собой В настройках можно включить автоматическую прокрутку стека, чтобы получить активную карусель из программ на рабочем столе Появился новый виджет Smart Suggestions Умный виджет в виде папки, который будет вам предлагать в разное время самые подходящие приложения на основе ваших предпочтений и прошлой истории использования смартфона В Galaxy S22 Ultra появился новый режим безопасности Чтобы его активировать нужно перейти в раздел аккумулятора Пролистать в самый-самый низ и там активируется новый режим безопасности Для чего он сделан? Если вы хотите передать свой смартфон какому-то другому человеку на длительное использование Либо же хотите сдать свой смартфон в авторизированный сервисный центр для ремонта Но не хотите, чтобы люди получали доступ к вашей информации Вы просто активируете этот режим и вот что он делает Он перезагружает ваш смартфон И в принципе все функции смартфона рабочие То есть они доступны для пользователя Он может пользоваться камерой, совершать телефонные звонки Даже заходить в Play Market и в общем делать все что угодно Но там недоступны ваши личные данные Там не будут доступны ваши фотографии и видео Ваши смс тоже не будут доступны Ваши пароли, ваши истории браузера То есть по сути как будто вы перелогинились под другую учетную запись в Винде И чтобы выключить этот режим понадобится сканер отпечатка владельца смартфона Если зайти в телефонную книгу, выбрать любой контакт из списка Нажать на иконку информация и отредактировать контакт То в дополнительном списке опций появится возможность поменять фон звонящего контакта на любую фотографию Эта функция позволит вам легко определять какой контакт вам звонит на телефон Даже если телефон находится далеко от вас Еще одна фишка которую подглядели у iPhone iOS 16 называется режимы Да, те самые режимы где вы выставляете режим вашего смартфона Вождение, сон, воркаут и так далее и тому подобное И в зависимости от выбранного режима у вас включаются определенные сценарии использования смартфона Что он может делать, чего он не может делать, какие-то определенные ограничения Возьмем, к примеру, режим Drive, то есть вождение Вы его настраиваете, смартфон просит вас подключиться к вашей мультимедийной системе по Bluetooth в автомобиле И после этого, когда каждый раз вы будете садиться в автомобиль и смартфон будет подключаться к нему Он будет активировать режим вождения И уже там дальше вы настраиваете, что может телефон делать во время вождения И чего ему не стоит делать Какие уведомления включены, какие выключены Какая громкость звонка, какая яркость экрана и так далее и тому подобное Вот такая вот интересная функция для автоматизации работы вашего устройства Также вы можете настроить режим сна, режим тренировок, режим работы и другой активности Для кого-то может показаться полезным И еще одна крутая функция, которую тоже позаимствовали у iPhone и внедрили в Android 13 и в новую систему One UI Это редактирование фотографий Сейчас поймете, о чем я говорю Открываем любую фотографию Нажимаем редактировать И выбираем иконку смайлика К примеру, мы хотим изобразить на фотографии какой-то объект или фигуру Вот так это выглядит просто от руки А если сделать такую же фигуру и задержать палец в конце То искусственный интеллект создаст правильный и ровный рисунок Это может быть круг, квадрат, треугольник, стрелка Либо какая-то другая геометрическая фигура С выходом Android 13 на Galaxy S22 Ultra обновилось родное приложение Которое называется Expert Raw Это приложение для камеры, которое можно установить из официального магазина Galaxy Tor Что в нем добавили? В нем добавили новый режим астрофотографии Который использует гироскоп и GPS вашего смартфона И позволяет сделать выдержку фотографии чуть ли не до 10 минут Также добавили еще один режим Это фотография с двойной экспозицией И да, эти функции были раньше у других Android смартфонов Но здесь идет речь про фотографию в режиме RAW Без сжатия То есть вы получаете максимальное качество И какой-то небольшой полет такой вот фантазии ваш Который вы можете реализовать при помощи этой камеры Поэтому, кто интересуется ручными настройками камеры Рекомендую установить это приложение тоже На этом, собственно, все Смартфон действительно стал чувствовать себя как будто бы в первый день после покупки Такой свежачок Быстро работает, все перелистывается, все летает, запускается очень классно И теперь можно спокойно брать это устройство Galaxy S22 Ultra Брать iPhone 14 Pro Max и Pixel 7 Pro И приступать к очень такому длительному, доскональному обзору камер этих смартфонов И разница, сделать слепое тестирование, чтобы наши подписчики нашего канала Смогли сами выбрать лучшую понравившуюся фотографию И потом определить, какая фотография на какой смартфон вам понравилась больше Поэтому подписывайтесь на канал, не пропускайте новые видео А я пойду дальше это все дело готовить Спасибо за просмотр Всем пока Всем пока Спасибо за просмотр